Привет, друзья! Мы с Станиславом уже полчаса пытаемся начать запись, наконец начали, но вы этого не видите, к счастью, вы видите только самый полезный, дорогой контент. Десять минут подсказывает нам мне Станислав. Вот. У нас, как обычно, ваш любимый сериальчик, я задаю вопрос, Станислав отвечает. Вопросы разные, есть даже один сегодня у меня вопрос жестокий и грубый, но мы напоследок его оставим в надежде ущучить короля инфобизнеса. Итак, Станислав, первый вопрос. Стас, делаю сейчас проект. Мне клиент перед началом проекта сказал, что хотел бы сохранить какие-то важные ему вещи. Я спросил, а какие? Он показывает на картины, на еще что-то, на мебель, а в другой раз другие вещи показывает. Я так поняла, что он почти все оставить хочет, и как мне ему тогда новый интерьер делать? Ну, ничего страшного, бери, оставляй все вещи, которые там у него есть и используй, проблем здесь никаких нет. Другое дело, что может быть он хочет, у него может быть там антиквариат какой-то, и он это использует. Если старые какие-то вещи, то ты скажи, что скорее всего у него просто будет нормальный ремонт и старые вещи. Может быть такая бы задача. А хочешь ты участвовать или не хочешь в этом, это уже решать самостоятельно себе. Ясно. А ты бы согласился с старыми вещами интерьер делать? Ну, если они какие-то прикольные, интересные, антикварные, то да. Если просто там старый комод и какой-то дурацкий диван, то нет. Зачем? Ну, просто это неинтересно. На этом диване был зачат когда-то, 45 лет назад. Хочу оставить его здесь. Он? Да, вероятно. Ну, окей. Если один диван, то его можно перешить, переделать кожей там или чем-нибудь еще, или тканью какой-нибудь новой, интересной. Если один диван. Но если таких вещей много и были использованы в зачатии много разных вещей, то я немножко пас. Я понял, хорошо. Ребята, если у вас такой случай, лучше не приходите к Станиславу, просто заранее вас предупреждаем. Делайте семидизайн сами. Можно обучаться и вперед. Хорошо, договорились. Окей. Станислав, а как внедрять изменения в компании, в которой ключевые сотрудники против изменений? Ты вроде говорил, что нужно параллельно другую команду создавать, но у меня производственный бизнес, вторую фабрику я построить не могу. Производственный я ничего не могу сказать. Это отдельная тема. Я стремлюсь специализироваться только на творческих бизнесах, и там я хорошо разбираюсь, как работать психологически с сотрудниками, как выстраивать команды и как брать доплату без больших затрат. Если у вас производственная история, то это не ко мне, это нужно идти на тему, где у тебя есть бухгалтерский учет, где у тебя какие-то, может быть, деньги инвестиционные есть, где расходы, доходы. То есть там просто тоже все делается, но это лучше обратиться к другому специалисту, поэтому даже советовать не буду. Ну вообще, вот как, а если немножко глобально рассуждать, ну вот, например, можно ли уговорить людей измениться? Людей уговорить измениться нельзя, можно сделать так, чтобы им самим было выгодно, они захотели и увидели потенциал в изменениях, и этот потенциал был бы еще заложен у них в интеллекте и в добросовенности. Вот эти две вещи нужны, интеллект и добросовенность. И если у них есть цель, то человек может поменяться, если нет, то, ну как бы, нет. Слушай, а ты говоришь, выгодные изменения, значит, типа, баблишко больше будет. Нет, нет, не всегда, то есть есть же разные критерии, есть деньги, кого-то мотивируют, кого-то интересные проекты, кого-то статус, авторитет, то есть кого-то, ну, просто любопытство какое-нибудь может быть, может быть отношение, то есть он изменится из-за того, что вы его похвалите. Четыре есть основные характеристики, если больше раскладывать их, там, десять, ну, если меньше, то четыре, самое маленькое, да, вот. Вот, глобально, да, деньги, либо отношения, эмоции, ну, две можно. То есть нужно с каждым из ключевых поговорить, понять, что для него важно и сказать, что в новой системе у него вот этого больше будет. Да, можно сделать так, можно протипировать, есть тесты психологические, можно попробовать пройти в какой-то игровой форме или шуточной, или пригласить психолога. И если такой тест человек проходит, то там у него есть показатели, по которым понятно его, там есть большая пятерка, Big Five называется, можно погуглить и в Википедии вылезет. Там есть пять основных характеристик, экстраверсии, интерверсии, открытость новому, либо закрытость, соответственно, добросовестность, доброжелательность и что-то еще одно вылетело из головы, ну, ладно, сейчас не буду гадать. И также еще есть, ну, как бы интеллектуальные способности. Вот, собственно, вот это вот все в определенной комбинации дает тебе разные психотипы, там можно по соционике, по Мэйр Брикс, то есть, в принципе, психологические тесты это решают. Угу, угу, я понял, хорошо, спасибо, спасибо, было полезно. А, нервотизм, вот пятый у меня вспомнил, нервотизм это насколько у человека есть возможность, то есть, есть люди, которые переживают по разным параметрам, а есть люди, которые не переживают. То есть, кто-то по пустякам, и вот они в тревоге постоянно, ну, или там на какой-то уровень, а кто-то вообще не парится. Это я, а не паришься ты, мне кажется, вообще. У меня тоже есть нервотизм, я делал тест, но у меня он, скажем так, из 10-бальной шкале, наверное, на 3-4, то есть, есть люди, у кого там зашкаливают 6-7-8, просто они в тревоге. А есть люди, которые, часто это, кстати, предприниматели, я думаю, там какие-нибудь суперкорпоративные, Тинькофф, я думаю, вообще не переживает, вообще у него ноль, то есть, ну, какой-нибудь там, в общем, люди, которые рисковые, да, вот типа такого. У них, скорее всего, они попили чай, неважно, что там его банкротят, там штрафы какие-то, судебные издержки, он вообще не парится, пошел там в гольф поиграл. То есть, это отдельно, а, короче, дело отдельно, а эмоции отдельно. Я понял. Вот ты когда сейчас говорил, я вспомнил, есть такой Сергей Галицкий, который основатель «Магнита», такой очень известный миллиардер российский, и там в каком-то интервью у него спросили, типа, а вы вообще как спить по ночам, вы же прям миллиардер, у вас такой бизнес. Он говорит, вообще не могу спать, представляешь, что каждый из 35 тысяч моего грузовика может сейчас какого-нибудь ребенка на дороге сбить, а я за это ответственен. Вот, да. То есть, кажется, там на десятку там. Да, у него там, да, это сильно получается проявлено, но в принципе это ни на что не влияет, ну, то есть, не то, что ни на что. Это у тебя заложено изначально, черт актового характера, то есть, вот, взять человек, который переживает сильно, и кто вообще не переживает. Фридман, по-моему, тоже смотрел интервью, альфа-банк, если не ошибаюсь, он тоже говорит, слушайте, ну, как бы у меня, то есть, может случиться все, что угодно, я сплю всегда хорошо, я вообще не парюсь. И я чувствую, что это как бы важная черта, потому что я могу отключиться, убрать все проблемы и там лечь отдыхать, вообще меня ничего не потревожит. Блин, прикольно, хорошо, ладно. Получается, на деньги это не сильно влияет, то есть, если мы говорим, Гальцкий, да, он там миллиардер, да, там Тинькофф и Фридман, они все миллиардеры, то есть, это как бы, с этим надо просто понять и жить. То есть, нет такого, что какое-то супер качество тебя делает там миллиардером или не делает. Просто самое, мне кажется, важное, понимать твои сильные стороны и компенсировать их, подтягивать, либо компенсировать сильными. Понял, спасибо, круто. Немножко странный вопрос. Хочу спросить о том, что называется диверсити. Стас, а у вас как устроено, мужчины и женщины в дизайне одинаково получают? Ты сам поровну платишь? Вообще, как ты сам думаешь, легче тебе с мужчинами работать или с женщинами? Ну, я не очень понимаю, что такое диверсити, ну, наверное, ты это объясняешь, первый раз, что я слышу, может быть. Диверсити – это типа, как бы, половое разнообразие, ну, чтобы типа и мужчин, и женщин поровну было. Слушай, мне вообще все равно, то есть, без разницы. Просто как наблюдаю, ну, мужчины больше архитектора, больше касаемо структур действуют. Женщины больше, ну, лучше работают с декором, с цветами, с такими-то такими вещами, с отношениями. В принципе, мне вообще все равно под задачу. Главное, чтобы человек справился с задачей. Мне без разницы вообще, кто. Абсолютно все равно. Я понял. То есть, типа, у тебя нет такого, что ты с мужчинами лучше сходишься в работе, а с женщинами хуже или наоборот? Вообще нет, ни разу. Ну, я тоже так подумал, если честно, потому что я, когда с тобой познакомился, мне кажется, тебе вообще все равно. Главное, чтобы человек был хороший. Профессиональный смысл. И хороший тоже, очень важно. Потому что профессионалам можно научиться стать за 2-3-4-полгода. Но человеком хорошим, мы, по-моему, это обсуждали уже ранее, что вот хороший человек – это профессия или нет. Вот частично да, потому что если ты суперпрофессионал, с тобой никто работать не хочет, ты в команду не войдешь, а один ты в поле не воин. Поэтому, как бы, окей, и как ты применишь свои таланты? Да никак. Согласен. Хорошо, спасибо. Как быстро мы прям бурненько идем, чтобы вот мы так… Идем быстрее, чем мы пытались записаться. Четвертый вопрос. Стас, тут президент Московской ассоциации архитекторов, архитектор Николай Лызлов, говорил, что если грубо сказать, то сейчас строят все недолговечно, даже бизнес-класс. Типа это прямо заложено в процесс, чтобы через 20-30 лет все перестраивать. Нет, говорит, сейчас домов и вещей, которые долго служат. Ты что думаешь, может ли твой дом 50 лет простоять, а 300 лет? Ну, у меня, да, у меня, ну, 300 не знаю, 100, наверное, точно простоит. Вот, делаем мы нормально там себе. Вот, как другие делают в архитектуре? Ну, Лызлова знаю, он у нас выступал даже на дизайн-конференции, мы его приглашали. Вот, общались с ним, там, фотки есть на сцене, то есть классный мужик. Наверное, ему виднее. Я же просто не архитектор и не строитель, то есть я как бы туда не лезу, я больше системщик и дизайнер. То есть это немножко моя сфера, не могу прокомментировать. А вот ты сам, например, из Сихо, ты вообще бываешь на его стройках, там, приезжаешь на объекты, смотришь, как сейчас строят, ты замечаешь, хуже стало, лучше? Не замечаю, что хуже. Есть премиум-классы, там, бизнес-класс, там прям хорошо строят. Иногда приезжаешь, вот даже вот в Сочи у нас была квартира, сейчас вот ездили, там есть там бетон вообще нормальный. То есть раз на раз не приходится, сильно зависит от объекта, от застройщика, скажем так. То есть многие культурно хорошо делают, ну, как правило, это бизнес и премиум-класс. И здорово, если компания сразу же делает с отделкой и управление потом домом, потому что тогда им бессмысленно делать что-то некачественное. То есть они смотрят уже в долгую, потому что деньги там дальше делаются после продажи еще на управление все время. Вот, и если они сами будут собой управлять, то им логично, выгоднее сделать нормально. Да, слушай, я такое видел, в Москве есть такие клубные дома, где покупаешь там консьерж-сервис, все, обслуживание дома, все входит под ключ. Да, да, да. Ты за это, естественно, платишь, но как бы это и есть добавочные стоимости, зато у тебя там все включено. У тебя не будет там консьержки непонятные с цветочками, у тебя будет все как супер-отель. Короче, буду копить на такую квартиру, я понял. Сейчас все очень сильно подорожало, очень сильно, поэтому и материалы, то есть я вот думаю сейчас, как люди строят, то есть чуть ли не в два раза все подорожало. Металл в два раза подорожало, ну вот, например, да, и все составляющие. Строителей нет, попробуй сейчас строителей нормальных найти. Все уехали, вот, очень тяжело сейчас и очень дорого, очень дорого все. Я понял. Слушай, а вот если, допустим, я задам себе задачи построить себе дом, который вот точно будет очень долго строить, я смогу найти и строителей, и поставщиков, и дизайнеров, архитекторов, которые тоже на это, типа, намечены, ориентированы? Я бы на это не рассчитывал, потому что зачем тебе искать людей и думать, что они думают? Ну, то есть смотри, тот человек, который хочет делать, как правило, предприниматель, ты с ним заключишь контракт, и строители, у них как бы, ну, разные взгляды на жизнь. Вот, поэтому я бы на это не рассчитывал, я бы рассчитывал на систему контроля все-таки. То есть нашел кого-то, договорился, да, ты можешь по отзывам взять как-то, по контроль, какую-то семейную компанию или еще что-то, ты можешь постараться, но гарантии тут нет, и я бы не опускал это из своих рук, я бы взял себе какого-то архитектора, технодзора, например, дизайнера, кто бы в этом разбирается, и самое главное контроль, и чтобы он принимал работу от строителей, а не ты, как заказчик, и когда он примет, ты расплачиваешься, а он, соответственно, лицо не заинтересованное, ты ему платишь деньги за следование протоколу. Я понял, хорошо. Блин, вот были бы, знаешь, такие дизайнеры, вот как бы, мы любим, вот как в Италии строят, чтобы там вилла, например, стоит 500-600 лет, и мы так же строим в Сочи. Так дизайнеры все так любят. Вопрос, что заказчики так не любят, в Сочи сейчас там строят из палок, из травы, просто чтобы быстро застроить, продать. Люди еще не понимают, то есть не понимают качество, им дом и дом, они не лезут внутрь. Очень много людей, которые вообще не разбираются, поэтому они покупают какую-то фигню, и в итоге, ну, задорого. То есть вот у меня есть такомая, которая у меня учится, девушка, да, у нее есть в Сочи дом, она как раз купила и сейчас там строят, и у нее соседи, и ей там дали тоже целую улицу. Почему? Она вот девчонка, а все строители к ней ходят, говорят, у тебя самый лучший дом, ну, потому что она нормально его строит. И в итоге ей заказали еще пять домов, просто посмотрев, как она построила. Но при этом ее соседи тоже строят дом, и вот она рассказывала, что продали там чуть ли, не знаю, около 100 миллионов, в общем, получается, дом. Ну, купили землю там условно за четыре, построили дом там за пять или за десять, и вот тебе навар огромный, там в десять раз получается. Лучше, чем на биткоине. Но эта лихорадка пройдет, то есть люди как бы рано или поздно, ну, поймут, то есть сейчас она есть, сейчас в Сочи там недвижимость как на дорожах, но рано или поздно это остановится, ну, мне кажется. Хотя, как знать. У меня тоже знакомая купила квартиру в Сочи в доме и рассказывала, что в соседнем доме прорвало канализацию, потому что канализационная труба была совмещена со сливом с крыши, ну, то есть там сливается вода, и туда же канализация, пошел сильный дождь. Так нельзя. Так переполнилось, прорвало, короче, вот так строят. Конечно, так нельзя. Я понял, спасибо. Хорошо. Последний вопрос есть, Станислав, жесткий, жесткий вопрос. А я, может быть, не буду на него отвечать, прикинь. Ну, как это нет, уж давай, ты постарайся, старичок. Стас, видел у вас в сторис стандарт профессии. Поздравляю, что вы его домучили, простите, если слово не к месту. Но вот у меня студия дизайна, я хочу честно спросить, нафига он мне нужен? Я вот работаю, у меня все ок. Зачем я буду что-то там у себя по написанному вами стандарту внедрять? Ой, ну какой он жесткий. Это совсем не жесткий, нормальный вопрос. Человек, который как бы не понимает, зачем нужен. Ну, в принципе, можно почитать пояснительную записку, там написано. Если конкретно для студии дизайна, ну, если ты нанимаешь себе людей, если ты студий дизайн, ты по-любому нанимаешь себе людей. Если ты хочешь нанять себе профессионала, например, дизайнера, либо обмерщик, либо визуализатора, и ты хочешь, чтобы он, ну, как бы, у него было портфолио, и ты понимал, обладаешь ли он какими-то навыками или нет. Это первый фильтр, просто по которому ты смотришь. И ты понимаешь, как этот специалист, допустим, чертежник или визуализатор, или дизайнер, как он у тебя впишется в общую структуру. То есть, по сути, ты можешь не использовать, это не обязательно. Но ты можешь понимать, что у тебя, если есть желание кого-то нанять, то на рынке есть люди, соответствующие вот этому стандарту. Ты можешь его доучить, ну, ты можешь его переучить, но ты понимаешь, что к тебе приходит человек, так или иначе он получил диплом вот по этому, по визуализации, по дизайну, по еще чего, по обмерам, в конце концов. И он умеет это делать, он показывает тебе дипломную работу и говорит, я это конкретно делаю вот на таких-то параметрах, вот с такими-то знаниями, умениями, навыками. Не хочешь, не бери, хочешь, бери разнорабочего. Хочешь с дипломом, хочешь без диплома, вообще все равно. Просто есть люди, которые хотят брать. Мне, например, важно, если я беру там визуализатор или дизайнер, я хочу, чтобы он умел вот это делать. И не спрашивал меня, что я должен уметь делать. А сам знал заранее. Вот, для, ну, это для студии, для сотрудника. Я, погоди, погоди, я хочу ворваться, слушай. Ну, это все звучит как бы хорошо, но это все пойдет в народ. Будет 50 лет люди будут внедрять там в вузах все эти стандарты. Ты еще долго не сможешь занять человека, который вообще слышал про твой стандарт. Почему? Ну, а как, ну, ты, кто там про него знает? Ну, вот круг твоих инстаграм-людей. А сейчас же люди учатся на всяких курсах, там, в институтах. Когда там у них внедриться? Конечно. Это следующее. Есть еще образовательный стандарт. Образовательный стандарт как раз создается в вузах, институтах на основе стандарта профессии. Как вообще он делает? Стандарт профессии – это профессиональное сообщество говорит, ребята, мы хотим, чтобы вот у нас были некие стандарты, по которым бы мы, ну, как бы понимаем, что мы вообще делаем, где у нас область ограничения. Это первое. Это вот мы сейчас делаем профессиональное сообщество. Должно пройти обсуждение, все должны сказать, да, дизайнер – это вот этот человек, либо это функция. Дальше профессиональное сообщество говорит, мы таких людей нанимаем, мы платим им деньги. И вузы, они же тоже заинтересованы деньги получать, у них коммерческие основы есть, ну, или там кто-то платит государство, или люди сами платят. Они такие, а кого мы учим? Они должны привлекать абитуриентов, да. К ним приходят студенты, говорят, а я вот после выпуска куда пойду? А он говорит, вот, пожалуйста, у нас заявки там от компании. И если ты выучишься и сдашь диплом там на пятерку, вот по такой-то характеристике, ты будешь дипломированный там дизайнер, визуализатор, чертюрник, проектировщик, и тогда у тебя будет место для практики, и там тебя возьмут. Ну, а дальше закрепишься, не закрепишься – непонятно. Сейчас такого нет. Сейчас вроде как ты отучился дизайну, и вроде как должен идти куда-то устраиваться. А компания не будет брать молодого дизайнера, потому что он стажер, он умеет одинаково делать все непонятно что. Ну, то есть, если спросишь любую студию, он скажет, мы берем людей и переучиваем полностью, потому что они… Так и везде так. Да. Но для этого и нужен стандарт, чтобы у тебя не было различия между тем, что требуется профессиональному сообществу в плане компании и тому, чему учат вузы. Сейчас сообществу нужно одно, а вузы учат просто по учебнику какому-то там советскому, например. И чего? И зачем это надо? Собственно, для этого стандарты государство и инициируют. Для чего государству это надо? Для того, чтобы развивать отрасль, для того, чтобы, по сути, люди лучше работали и платили больше налогов. То есть, вот если это прагматично смотреть, чем лучше будет организован отрасль систематизирован, тем больше она будет давать налогов за счет того, что люди будут развиваться и все будет крутиться. А сейчас как бы такой вот между собойчик. Я убедил, как Павел Дуров говорит «удебил». Такое слово. Слушай, Стас, а что сложнее сделать? Стандарт профессии или книгу написать? Стандарт профессии, конечно. Почему? Потому что книгу ты сел и пошел писать сам, что хочешь, ну а дальше оно у тебя есть. Стандарт профессии, ну, во-первых, там очень огромная аналитическая работа. То есть, ну, даже, окей, даже в книге ты можешь это сделать. Но после этой аналитической работы тебе нужно увязать все это с другими, разными мнениями. И там тебе нужно, по сути, доказать всем неверующим, знаешь, какие мне комментарии пишут? Ага, Орехов там делает, это для курсов, он будет продавать. Нас всех, это самое, систематизируют, значит, все будут... Чипируют. Да, чипируют, да. Все под одну гребенку. Все будут, знаешь, что мне пишут? Значит, все должны будут лицензию покупать у Орехова. Вот так вот пишут. Представляешь? Вот, ну, есть такие люди. Так и есть, я купил лицензию, ребят, ничего страшного, не очень дорого. Да. 690 рублей. 699 евро. 699 евро. И можно работать сразу, все хорошо. Пока стандарт не принят, можно по дешевке взять, да. Вот, пишут, как этот, кто это такой, говорит, визуализатор, как он взял на себя право, как он имеет право покуситься на наше святое. Мы вот 20 лет там получали в мархии еще какое-то образование, мы там держались за ручку с главными архитекторами, а он, он вот пошел делать. Ну, слушай, окей, это я принимаю, нормально, то есть мне, что только не пишут по этому поводу, и не только мне. И там, отлично, все хорошо, это и есть обсуждение. И вот тебе нужно не срываться на них, ну, то есть я, в принципе, спокойный человек, я ко всем очень дружелюбно отношусь и понимаю. Ну, ты знаешь, ты сейчас это говорил, с улыбкой победителя, надо признать. Поэтому это она так, ну, собаки лают, ветер несется. Нет, 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 я не про то. Ты спросил, почему сложно, потому что нельзя собаки лают, ветер несется, нужно обязательно с ними работать. И работа как раз заключается в том, чтобы выстроить коммуникацию и свою дискуссию так, чтобы любой человек с любым мировоззрением, с любым вот, как бы, таким вот негативом даже, который к тебе, он как бы был услышат. И либо его комментарий принят осознанно, либо нет. Я здесь не переживаю, почему, потому что у нас есть, все вот эти вот разговоры заканчиваются, знаешь, на чем? Когда мы говорим, окей, ваше мнение очень важно, действительно, да, наверное, там что-то не то, что-то не чисто. Значит, чтобы точно сделать так, как вы хотите, напишите, пожалуйста, конкретно, что вы хотите. И вот на этом все вот эти возгласы, собственно, уходят. Надо собрать комиссию, надо собрать всю школу, надо всех профессоров собрать. Окей, собирайте, давайте соберем и сделаем, давайте, начинайте. Ну, где? И все, и как бы на этом все рушится, хорошо? Окей, вот. А мне я собираю, как бы я делаю, я не парюсь по этому поводу, я сказал и иду. То есть я действую в рамках, ну, как танк. В общем, я знаю, что надо делать, и я делаю. Ясно. Маленький танк Станислав Орехов. Слушай, Станислав, напоследок-то вопросов нет, вот все, отбился. Напоследок книжку покажи, ради бога, надо традицию соблюдать. Ой, книжка у меня... Я ехал у тебя с левого ящика, с правого ящика в левый. Она у меня вон там, я не знаю, видно, не видно. Ну, короче, сегодня мы его не увидим. Все, макия, книга здесь. Книга здесь. Да, мы ее продали. На самом деле ко мне приезжала девушка, Юлиана, с Беларуси. И вот книгу, вот я ее приготовил, все, она ее забыла. Поэтому, если смотришь, вот, привет, мы тебе отправим в Беларуси. Да, кстати, Станислав, называй лучше Беларусь, они больше любят, говорят. Ну, то, что, типа, Беларуси, это такое. Ну, я не очень культурный, как бы, и слова могу путать. Я не со зла. То есть, я говорю там, я не знаю, как Porsche или Porsche, Lamborghini или Lamborghini. У меня много паразитов. Сразу видно, какие вопросы лингвистически тебя волнуют, Станислав. Меня не волнует, я просто могу ошибиться. И, как бы, если кого-то парят, ну, извините. Не-не, все ок, я просто так. Я выпендрился немножко. А, окей. Ну, все, друзья, вопросов больше нет. Спасибо, спасибо за ваши вопросы. Присылайте еще, присылайте позднее вопросов, пожалуйста. Потому что я уже устал. Он прям как уж электричество вырабатывает, уголь, а не как все вертится. Ладно, Серега, спасибо. Он мне сказал, Сергей, что он готовит студию, да, и в следующий раз у тебя будет что-то красивое. Вот опять началось, но вечно любит меня подуть. Ну, постараюсь чуть получше выглядеть в ваших глазах. Я видел комментарии негативные, подстригся. Вот, типа, стол купил, сейчас фон будет, микрофон нормальный, камера, короче, все будет получше. Оставайтесь с нами, слушайте вопросы. Увидимся, Станислав, пока. Пока, Серега, спасибо. Продолжение следует...